А над Урюпинском прошел воздушный крестный ход. Епископ Урюпинский Наванинский Елисей вознес молитву о городе, его властях и жителях, а также о восстановлении и благоустройстве храмов. Молитва совершалась перед чудотворной иконой Божьей Матери Урюпинская. Крестный ход Крестные ходы, как вы знаете, это очень давняя традиция. Пешие крестные ходы водным путем, мы знаем, это тоже совершается по воде, с чудотворными образами. Но вот в этот раз у нас совершился крестный ход по воздуху. Я думаю, это, конечно, тоже большое чудо. Для меня это была радость, потому что вот так облететь вокруг города Урюпинска и держа в руках наш главный чудотворный образ Матери Божией, которая этому городу покровительствует, это нашим местам покровительствует, всем местам молиться за наш город Урюпинск, да, конечно, это была большая радость. Вертолет со святыней облетел Урюпинск, начав свой путь от горы Восточной и, сделав круг вокруг города, приземлился на место старта. Священнослужители над Урюпинском пронесли чудотворную икону. В течение всего крестного хода в небе над городом совершался молебен. Это идея вот такого воздушного облета города Урюпинска, главного храма, кафедрального собора, покрова Пресвятой Богородицы. Где-то образ находится постоянно. Ну, наверное, вот родилась в корне нашего прихода, у прихожан, у нашего духовенства, которые вот так предложили, а можно это сделать? А почему нельзя, я вот так, я ответил, да, почему нельзя? Конечно, можно, даже нужно. Святой образ Богородицы всегда помогает жителям в добрых делах и начинаниях и защищает наш город от разных недугов. Милости вам Божия и покрова Пресвятой Богородицы, который сегодня и был над городом Урюпинском. Спасибо, Господи.